Александр Олешко Александр Олешко Александр Олешко где он великолепно спел песню, посвященную телеведущей. Актрисы унесенных ветром лет, пускай бежит быстрее киномета, вы слышите, не умолкают, нет, все громче вам звучат аплодисменты. На другой день Александр Олешко возложил цветы к памятнику любимой телеведущей. Потом он смело, не боясь испачкаться, взял в руки лопату и стал сажать дерево в память о Валентине Михайловне. Я думаю, что у меня, как и у всех вас, первая встреча с ней была подойти к телевизору, постучать и спросить, а как вы там все помещаетесь? Я никак не мог понять, как эти все люди там в этом телевизоре живут. Я с другой стороны заглядывал, с другой стороны не понимал, думал, как же так? И маме задал вопрос, говорю, а как же они там все живут? Она говорит, когда ты вырастешь, ты поймешь. Я когда в 1991 году готовился ехать в Москву поступать, в цирковое училище, они вместе с Евгением Кочергиным, Валентиной Михайловной, приехали в город Кишинев, как сейчас помню, жили в гостинице ЦК, и их поселили на четвертом этаже, и я прибегал к этой гостинице, они были сутки в городе, садился и смотрел, как они на балконе рассматривают Кишинев, вдыхают ароматы цветов свежераспущенных. Это было, кстати, в мае месяце. Это вот так я ее видел живьем, прямо вот Ромео и Джульетта, она на балконе, а я внизу. А потом, уже в Москве, когда я стал работать на телевидении, мы с ней встречались в коридорах, познакомились, она мне сказала несколько слов по поводу того, как я выгляжу, как я говорю, существую в кадре. Я, естественно, признался в любви, в уважении, потому что это наше детство, это символ всего доброго, душевного, настоящего. И мы с ней стали общаться, и практически вот несколько лет в таком режиме ежедневного общения она давала мне советы, я приходил к ней в гримборную, она рассказывала мне, что сделал правильно, что неправильно, подарила мне фотографии своего домашнего архива. Я сделал с ней интервью, и вчера директору фестиваля «От всей души» я передал эти фотографии из личного архива Валентины Михайловны Леонтьевой для того, чтобы они служили и фестивалю, и, быть может, будет музей. И, в общем, они найдут свое правильное назначение, потому что это неправильно, если бы я только владел таким сокровищем, как фотографии Валентины Михайловны, что там они очень редкие. Сразу же после нашего разговора Александр поехал в аэропорт, спешил на самолет, вечером у «Звезды» было выступление в Москве, а потом он сразу же улетел в Ставрополь. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.